В утвержденном списке значатся объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры, а также транспорт. Порядка 70% из них оснащены необходимым оборудованием, в том числе за счет средств госпрограммы. Так, в Славинске-на-Кубани для занятий спортом жители с ограниченными возможностями адаптировали Центр спортивной подготовки, а в Лобинске – стадион труд. В кинозалах Крымска и Станицы Павловской установлено оборудование для показа фильмов с субтитрами. По федеральной программе 2018 год был последним, когда средства предусматривались именно на доступность объектов. В крае же деньги заложены до 2020 года. На Кубани проживает более 400 тысяч инвалидов, и наша задача – сделать их жизнь максимально комфортной. Объекты социальной инфраструктуры, транспорт, учреждения культуры сегодня максимально адаптируются для людей с ограниченными возможностями. Напомню, госпрограмма «Доступная среда» ранее была продлена указом президента России до 2025 года.